Всем привет! С вами проект SoulFinder. И сегодня у нас в студии новиночка. Новиночка от Adidas. В народе ее назвали экзибитами, но называется она Exhibit. Эй. Буква Эй или буква А, кому как понятней, в конце означает, что это первая модель. Фактически это использование просто алфавита для нумерации. Я уже видел версию B, и об этом чуть позже. Итак, новинка, она является не именной, она является скорее топовой линейкой, вот такой параллельно идущей топовой линейкой, вместе с именными моделями, флагманами, так сказать. Она идет вместе с Next Level, теми самыми, которые без шнурков, очередной реинкарнацией, без шнуровочных кроссовок. Она идет как топ. Такими топами в прошлом году были Pro Boost Low, в которых использовался и Boost, и Light Strike. И в прошлом году несколько моих товарищей согласились с тем, что это крутые кроссовки, они классно выглядят, Pro Boost. Заказали их себе и в целом остались довольны, кроме пены Light Strike. В этом году топовая модель Exhibit осталась без Boost. Она осталась только на Light Strike. Только Light Strike, наверное, не Ice. Мы уже много раз об этом говорили, мы говорим об этом из видео в видео, потому что пена не столько себя оправдала, сколько мы на нее возлагали надежд. Я не говорю, что она плохая, она подходит далеко не всем. И она меняет свойства со временем. Поэтому, Exhibit. Я их увидел первый раз, полтора года назад на предзаказе в Adidas. В Adidas sample, который образец стоял, я не смог его надеть. Это были единственные кроссовки в том предзаказе, которые не сели мне на ногу. Хотя у меня, в принципе, такой пограничный размер. У меня 10 US. Образцы все стоят 9,5. Ну, соответственно, все налезло. Все налезло, что-то давило, но это единственные кроссы были, в которые я не смог попасть. Кроссы очень сильно изменили в плане язычка и вот этой зоны, их проработали. И он стал отдельно стоящим. Отдельно стоящие, и теперь в них можно легко попасть. Об этом тоже чуть позже. А вот модель Exhibit B, которая появится в начале следующего года, она вообще другая. Она вообще другая, она огонь. Вот по внешке, вот эти кроссы привлекают внимание, притягивают взгляд. Вот Exhibit B, если их не особо сильно изменят, они будут более яркими, они будут более притягательными. На первых порах уж точно. Потом посмотрим, как они по играбельности будут. Но вот первичное такое ощущение. Exhibit B просто крутые. Давайте мы чуть побольше поговорим о материалах. У нас имеется тонкая мембранная накладка на внутреннем материале. Почему я говорю на внутреннем? Потому что много набивного материала изнутри, но это другой материал. Это накладка, которая его просто закрывает. Эта мембранная часть, вы видите, она похожа на игровую форму, некую игровую форму. На носовой части, в зонах особой нагрузки, вы видите запаянный материал, запаянная синтетика. Чтобы большой палец не вылезал, чтобы не давил сюда и, в общем, немного сдерживает стопу. С внешней стороны, также в зоне огромной нагрузки, это при кроссоверах, также есть накладка синтетическая. Достаточно неплохой аутриггер. Он большой, выступает сантиметра на полтора, и он состоит, в общем-то, из пены Light Strike и подметки. Подметка немножко вылезает сюда, на внешнюю сторону, но это не кайри. Помним, это не кайри. Шнуровка. Шнуровка вокруг неопрена всего, всего 3,5 петли. Посмотрите, одна конечная, раз, два, три. И одна внутренняя петля. Такая же была на Huarage 2K4 и 2K5, но она немножко поддавливает все время, потому что она достаточно глубоко, и вы можете, конечно, фиксировать свою стопу этим. Но эта петля, она близко к ноге находится, и это всегда не очень хорошо. Всегда. Петля для удобства надевания, нейлоновая, большая. И язычка здесь нет, я имею в виду выступающего, и поэтому никаким образом не подтянуть. Поэтому лучше их просто посильнее расшнуровывать. У нас на средней части имеется вот такой гребень с маркировкой названия. И логотипчик Adidas с внешней стороны. С внутренней стороны у нас три полоски аккуратно, так спрятанные вовнутрь кроссовки. Adidas сейчас этим часто балуется. И область пятки. Область пятки с отличным фиксатором. Отличный он просто по геометрии и своему строению. Фактически он достаточно мягкий и он не зациклен. То есть он не круговой. Он имеет только вот эту зону перехвата и вот до этой точки. То есть он как бы поддерживает, но не уходит вовнутрь и не является единым целым элементом, который мог бы действительно стабилизировать. Поэтому он скорее такой декоративный, немножко направляющий ваше движение. Немножко. И подошва. Это куча пены Light Strike. Пену Light Strike мы уже проходили, мы уже это все обсуждали. Она со временем, у кого через месяц, у кого через три, она проседает. Проседает она в большей части в передней части стопы. И потом она настолько уплотняется, что она просто перестает амортизировать. Поэтому у кроссовок с Light Strike, скорее всего, не очень долгий срок жизни. Это надо иметь в виду. Подошва. Протектор в виде ромбиков. Насколько это хорошо, это креатив. Креатив в сцеплении. Это всегда не очень хорошо. Просто потому, что есть проверенная елочка. Да, конечно, это тупо. Да, конечно, это неинтересно. Но это работает. И кому какое дело. Как выглядит уродский Defender, если он делает свое дело. Это про машины. Ну, в общем, ладно. Здесь написано 21 год. Exhibit A. Exhibit B будет написано 22 год. И достаю второй башмар. На нем есть кое-что. На нем кое-что можно показать. Я не мастер по таким пасхалкам и символизмам. Тем не менее. Значит, вот как выглядит у нас язычок. Он толстенный. С внешней стороны неопреновый. С внутренней стороны нормальная обычная подкладка. Он имеет вот такие вот грубые швы. Посмотрите. Ну, как бы с двух сторон. С двух сторон. Но они не особо глубоко утоплены. Поэтому на моей ноге они лично лежат. Что касается посадки. Это кроссы, которые больше мерят. И если вам кто-то говорит, что они идут размер в размер, это неправда. То же самое было с донованами первыми. Которые были на полсантиметра больше. И по ним были обмены-возвраты, обмены-возвраты. Просто потому, что кроссовки были классные. А посадка немножко другая. Чисто адидасовская. Вот такую вот адидас любит подкинуть нам задачу. Это кроссовки, которые на сантиметр, на сантиметр целый. Больше длины моего пальца, которые обычно используются в десятке US. Это десятка. И они как десять с половиной сидят. Не верьте никому. С внутренней стороны, на стельке, у нас такой игровой аппарат. Здесь у нас символизм. Который вы знаете лучше меня. И это какая-то необычная расцветка, про которую адидас решил нам ничего не рассказывать. Типа она необычная. Вы же видите. Но мы не расскажем вам, что и к чему это относится. Ну, во всяком случае, может пока. А потом когда-нибудь кто-нибудь где-нибудь там и заикнется об этом. Не люблю я такое. Потому что если идея есть, желательно нам ее всем рассказать. Набивного материала в области пятки немного. И вот сейчас я сказал, что они похожи на донованы первые. И вы знаете, я понял, что они очень похожи на донованы первые. Вот как бы это странно ни прозвучало. Те были на баунсе, правда. Баунс более долговечен. Но вот по посадке они как донованы первые. Меня сейчас прям даже осенило. И назову их продолжением линейки. Дон один. Дон полтора. Это полторашка дона будет. Просто потому, что они очень похожи по своей посадке. Они низкие. Они достаточно широкие. Они чуть длиннее. И у них такой подъем специфический. Ну да, доны стоили просто 7000 рублей. А эти просто стоят 11000 рублей. Ну, как бы канал SoulFinder вас не бросит. Конечно. И у нас есть купон на скидку 10% на эту модель. На текущую расцветку и на все расцветки, которые появятся позже. Если появится ссылка в описании. Купон тоже. 11000 для этих кроссовок в принципе дорого. Но вопрос-то сейчас в том, что все стоит дорого. Сейчас дешевого ничего нет. И Kia Rio за миллион. Это в принципе обычное дело. Друзья, с вами был Серж. И мы продолжаем развиваться. Кирилл тестирует какие-то кроссовки. И на следующей неделе будет обзор. Но это не какие-то 36 Джорданы, про которые вы подумали. А это нечто другое. Обзор на подходе. Подпишитесь, если вы еще не подписались. Мы же стараемся. С вами был Серж. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok